здравствуйте сегодня мы познакомим вас самым крупным съедобным плодом растущим на дереве плоды такие огромные что ветки дерева не могут их выдержать и они созревают прямо на стволе речь идет о растении с красивым названием джекфрут которые еще называют индийским хлебным деревом и это правильно потому что оно является действительно близким родственникам хлебного дерева габариты выделяют фрукт на общем фоне тропических экзотов однако из-за внешней схожести туристы иногда путают джекфрут и дуриан но это самостоятельные виды кожура обеих фруктов имеет неприятный запах однако у джекфрута он слабее джекфрут получил гордое звание национального фрукта бангладеш плоды по праву считаются самыми большими съедобными плодами которые растут на деревьях ведь их длина может достигать в длину 90 сантиметров а весить они могут до 40 килограмм житель города бимбаям из индийского штата кирала вырастил на своем участке джекфрут весом 68 с половиной килограмм и длиной один метр фрукт тянет на мировой рекорд для книги рекордов гиннеса распробовать и джекфрут с первого раза дано не каждому но затем его любят все плоды используют полностью включая кожуру она у плодов очень толстая до начала созревания она имеет зеленый цвет затем по мере роста становится желто зеленой или желтой с оттенком коричневого засахаренная или промаринованная кожура считается продуктом питания грубая свежая кожура идет в качестве корма для животных семена богатые углеводами едят обжаренными джекфрут легко доступная повседневная еда для бедного населения поэтому его часто называют хлебом для бедных в таиланде жители высаживают растения около своих домов поскольку верят что хлебное дерево оберегает владельцев хижины от бед и огнестрельных ранений фрукт является талисманом и оберегом считается что он притягивает удачу и оказывает поддержку всему семейству джекфрут это вечно зеленое растение относится к семейству тутовых родиной экзотического фрукта являются индия и банкладеш сегодня его также культивируют в странах азии восточной африке на американском континенте на филипинах и островах океане сорта из юго-восточной азии или филиппин считаются самыми качественными они плотнее и ароматнее само дерево очень высокая она достигает высоту 22 25 метров и его листья никогда не опадают они кожистые густой окраски длиной более 20 сантиметров в момент когда дерево джекфрут цветет очень крупные цветы растут прямо на стволе а более мелкие на ветках от цветения до окончательного созревания плодов может пройти до восьми месяцев и они растут на широкой части веток ближе к стволу так как из-за своих крупных размеров плоды могут сломать тонкие ветви на одном растении располагаются и мужские и женские цветки женские цветки более крупные и находятся прямо на стволе мужские более мелкие и находятся на тонких веточках на вид цветы невзрачны соцветия мужского пола скрываются в кроне дерева опыляются ветром и насекомыми на фермах часто опыляются вручную плоды джекфрута завязываются из женских цветков на стволе дерева такие крупные плоды не могли бы удержаться на тонких ветках поэтому фрукты формируются там где ствол достаточно прочный в условиях тропического климата сезонного созревания плодов нет они завязываются и зареют постоянно попробовать его можно абсолютно в любое время года но все же в азии существует пик сбора урожая так зависимости от климатического региона сбор фруктов длится с марта по сентябрь а для межсезонных разновидностей сентября по декабрь урожайность составляет от 150 крупных плодов до 500 фруктов среднего размера с одного дерева в год в это время плоды джекфрута собираются массовом порядке фермеры упаковывают плоды в сетки и отправляют их на местные рынки фруктами завалены все рынки здесь важно чтобы плоды не были перезрелыми их возраста должен быть достаточным для естественного созревания у перезрелых плодов ощущается сильный аромат чтобы выбрать спелый хороший плод и нужно смотреть чтобы кожура была без повреждений и имела желтый зеленый цвет она должна иметь легкий запах кроме того следует обращать внимание на расстояние между шипами джекфрута если шипы большие и расположены равномерно это вкусные плоды категорически нужно избегать выбирать фрукты с острыми шипами это молодые и недозрелые фрукты во вьетнаме джекфрут продается по цене 25000 вьетнамских донгов на наши 83 рубля за килограмм если покупать целый фрукт разрезанные плоды стоят дороже существует несколько сортов экзотического растения сорта делятся на плотные и мягкие есть деревья с бессемянными плодами снежной либо сухой мякотью каждый сорт фрукта имеет свои вкусовые ноты поэтому описать их все непросто местные жители рекомендуют попробовать несколько разновидностей фрукта чтобы иметь полное представление о его вкусе структура мякоти в зависимости от сорта или степени зрелости бывает тягучий хрустящий или мягкой джекфрут также очень быстро окисляется сначала фрукт чисто белый внутри а затем он начинает коричневеть это основная причина того что молодой джекфрут нельзя экспортировать за границу кожура плода толстая плотная бывает гладкой пупырчатой либо с небольшими колючками цвет и структуры определяются сортом и степенью зрелости плодов волокнистая сладкая мякоть с оттенками желтизны либо деликатного оранжа состоит из ярко выраженных волокон у разных сортов она мягкая хрустящая или тягучая состоит из нескольких больших долек с крупной косточкой внутри гладкие косточки джекфрута похоже на большие бобы достигающие размера до 4 6 сантиметров они имеют светло-коричневый цвет обернуты в белую мембрану и содержатся в каждой дольке их общее число в одном плоде может достигать от 300 до 500 штук внутри семена белые и хрустящие недозрелые и спелые плоды отличаются на вкус и пахнут по-разному зрелые плоды при простукивании издают пустой звук какой на вкус джекфрут каждый определяет по своему но все согласны что фрукт сладкий некоторые чувствуют привкус ягод шоколада карамели или жевательной резинки спелый джекфрут ароматом похож на ананас и банан сразу знатоки улавливают эфемерные ацетоновые нотки оценить аромат мякоти можно лишь очистив плод очистить фрукты очень просто перед началом чистки нужно удалить плодоножку при этом лучше надеть кухонные перчатки или смазать руки растительным маслом так кожу рук ограждают от латекса он содержится в кожуре и отмывается с трудом затем разрезать фрукты вдоль пополам или на несколько частей вырезать сердцевину и удалить ее не едят затем надавить на кожуру так мякоть поделенная на дольки легко распадется на части с помощью острого ножа нужно осторожно вынуть эту мякоть и убрать косточки джекфрута в холодильнике в таком виде его можно хранить не более пяти дней так что лучше всего чистить плод непосредственно перед употреблением если фрукты заморозить его мякоть может сохраняться до двух месяцев древесина джекфрута считается одной из лучших для изготовления мебели наиболее цена она в возрасте около 25 лет древесина дерево золотисто-желтого или красноватого цвета имеет красивую гамму оттенков она ценится благодаря устойчивости к вредителям грибкам бактериям и влаги долговечная древесина имеет среднюю твердость востребована она как материал для мебели музыкальных инструментов или домов она прекрасно полируется мебель изготовлена из нее приобретает поистине королевскую элегантность древесина широко используется в шри-ланке в индии отсюда она экспортируется в европу в 19 веке джекфрут активно использовали для того чтобы получить желтый краситель который считался чрезвычайно ценным обычно его использовали для окраски шелка или натурального хлопка самый известный пример одеяния шафранного цвета буддийских монахов в зависимости от зрелости джекфрут едят и как фрукт и как овощ съедобный мякоть цветки косточки например на шри-ланке на разных стадиях роста местные жители называют джекфрут разными именами здесь джекфрутом его не называют вообще есть три основные имени полос молодой джекфрут самая ранняя стадия коз зрелый джекфрут и варака спелый джекфрут на первой стадии джекфрут на шри-ланке называют полосом на этой стадии дольки с косточками внутри джекфрута еще не сформировались поэтому полос просто очищают от кожуры и режут на кусочки потом готовят в виде карри или жарит его с мясом мякоть джекфрута великолепно сочетается с мороженым и другими фруктами и сладостями особенно мякоть в кокосовом молоке в виде фруктового салата джекфрут отлично подходит ко всем мясным и рыбным блюдом также фрукта можно порезать кубиками и украсить сверху острые закуски например рыбные или куриные салаты винегрет с добавлением джекфрута приобретает очень заманчивый и восхитительный вкус вегетарианцы всего мира давно по достоинству оценили этот плод особенно в его недозрелые постаси дело в том что дольки не совсем спелого мало сладкого плода хлебного дерева будучи жареными на гриле или тушеными со специями и солью вполне заменяют мясо даже вкус у них появляется мясной преимущество его перед мясом проявляется и в том что джекфрут не содержит глютена и потому не является источником холестерина незрелый джекфрут может быть чудесным продуктом для диабетиков гликемическая нагрузка джекфрута как минимум на 40 процентов ниже чем у риса или пшеницы что делает его подходящим заменителем углеводов если вам недоступен свежий джекфрут то вполне можно попробовать чипсы из него их легко можно купить в интернет-магазинах основным сырьем для жареных чипсов из джекфрута является полностью развитый незрелый джекфрут луковицы плода осторожно удаляют с кожуры и плаценты очень важно обращаться с луковицами осторожно чтобы не повредить их из луковицы удаляют семена и нарезают их до нужного размера в результате чего получаются чипсы размером от 15 до 40 миллиметров нарезанные кусочки луковицы и бланшируют в течение пяти минут в воде с температурой 90 градусов по цельсию затем сушат при комнатной температуре в течение 15 минут на подсолнечном масле кулинарного качества обсушенные ломтики луковицы 250 грамм обжаривают во фритюре мякоть джекфрута используют для лечения различных расстройств пищеварения и даже язвы желудка ее часто используют люди у которых есть проблемы с работой кишечника так как содержащиеся во фрукте волокна нормализует пищеварение кроме того активность веществ содержащихся в джекфруте снижает действие алкоголя в крови позволяя долгое время не пьянить поэтому фрукт кушают перед домашними застольями или корпоративами на этом все если вам понравилось это видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал до новых встреч